Флаги Российской Федерации впервые на улицах Баку. Как передает Бакю Кабар ТВ, на днях российский журналист Алексей Наумов в российской газете «Коммерсант» написал статью, где описывал послевоенный шок победителей. Точнее, как Азербайджан пытается привыкнуть к крупнейшей военной победе в современной истории. По словам Наумова, Карабах всегда был территорией Азербайджана, не только в юридическом, но и в символическом смысле. Соответствующие карты регулярно публиковались в местных типографиях, дорожные знаки с надписью «Шуша» или «Агдам» оставались на месте много лет и старательно обновлялись. Иностранцы также были проинформированы о ситуации. Например, на экранах терминалов бакинских банков была представлена информация на английском языке об оккупации 20% территории страны. Отношения Баку с внешним миром также основывались на четырех резолюциях Совета безопасности ООН, призывающих вернуть Азербайджану Нагорно-Карабахский конфликт и территории, контролируемые армянами Нагорного Карабаха, пишет Наумов. В витринах крупных магазинов, за окнами маленьких киосков, по продаже шаурмы, на улицах, в зданиях элитных компаний можно увидеть следы недавней войны и победы в этой войне. Военные фотографии солдат, идущих воевать за земли Азербайджана. Наряду с фотографиями местных жителей распространены и фотографии свекловолосых мальчиков. Это Дмитрий Марков, сказал комментатор коммерсанта, указав на фотографию мужчины на почетном стенде в здании общественного телевидения Азербайджана. Было бы несправедливо сказать, что представители других этносов выделяют совместных семи, но такое соседство лучше подтверждает декларируемого в стране интернационализма. Еще одно свидетельство недавних событий – поднятие многочисленных флагов на улицах и балконах. Азербайджанские флаги поднимаются в этой стране уже несколько лет, но большая часть турецких флагов стала появляться после решительной поддержки Турции в Карабахской войне. Иногда к этим двум флагам добавляется флаг Пакистана, и три флага в форме полумесяца образуют своего рода политический трептиж. Жители Баку, принявшие участие в опросе, проведенном газетой «Коммерсант», напоминают, что после урагулирования ситуации в Карабахе при активном участии России, флаги Российской Федерации впервые в постсоветской истории были замечены на улицах Баку, подчеркивает Наумов. По словам Наумова, война ушла в прошлое. Семь районов Азербайджана, которые армянская сторона называет «поясом безопасности Нагорного Карабаха», возвращены под контроль Баку. За этими сухими фигурами скрывается площадь 8500 квадратных километров. Более 600 тысяч человек, которые когда-то были вынуждены покинуть этот район, позже поселились в других частях страны. Следует отметить, что ожидается, что на эти земли вернутся миллион человек. Но, как отмечает президент Азербайджана, до этого будут расширены населенные пункты, будут развиваться современные отрасли экономики, такие как информационные технологии. По оценкам экономистов, необходимые инвестиции для восстановления освобожденных земель могут составить 60 миллиардов долларов в течение 10 лет. Учитывая, что в настоящее время воловой внутренний продукт Азербайджана составляет около 48 миллиардов долларов. Это фантастическая сумма. Но, по мнениям экономистов, эту сумму могут предоставить и инвестировать дружественные Азербайджану страны, такие как Турция и Россия. Не забывайте подписаться на наш канал и ставить лайки. Субтитры создавал DimaTorzok